Добрый день! Мы продолжаем серию роликов агрономии в цифрах о подсолнечнике. И сегодня мы с вами поговорим о фазе бутонизации и цветения. Период бутонизации в среднем длится 25-30 дней. Корневая система к данному периоду проникает в глубину почвы на полтора метра. В этот период происходит усиленный рост листьев среднего яруса, развиваются язычковые и трубчатые цветки, околоцветник и тычиночные нити, разворачиваются обертки корзинки. Оптимальная температура в этот период 20-25 градусов. Повышение температуры до 35-37 градусов в течение 30 часов в период появления корзинки в два раза уменьшает массу семян и на 10% снижает масличность. Также тормозится жирообразование, но происходит повышение алииновой кислоты в жире. Плохая влагообеспеченность отрицательно сказывается на линейном приросте, развитии площади листовой поверхности, что снижает продуктивность растений. Чтобы все процессы в период бутонизации прошли как можно благоприятно, важно поддерживать оптимальное соотношение всех элементов питания в листьях. Так, общего азота в фазу бутонизации начала цветения необходимо 1,5-2,5%, фосфора 0,47-0,62%, а калия 3,9-4,1% на абсолютно сухое вещество. Также важно отметить, что до 50% от общей потребности в воде за вегетацию расходуются именно в этот период. А теперь давайте поговорим о цветении. К этому моменту корневая система проникает в почву на 2 метра, появляются тычинки и пестики трубчатых цветков и пыльники выходят из венчиков. Период цветения одного поля в среднем длится 15-20 дней, а цветение одной корзинки 8-10 дней. Следует заметить, что 2-3 ряда трубчатых цветков цветет ежедневно и в одной корзинке их может варьироваться от 1200 до 4000. Температура воздуха 25-27 градусов является оптимальной фазой цветения. Температура свыше 28 подавляет развитие растений, свыше 30 губительно для пыльцы, а заморозки 1-2 градуса. Сначала вызывает сильное повреждение цветков, а затем их гибель. Следует отметить, что листостебельные болезни, такие как ржавчина, септориоз, альтернариоз, фомоз, фомопсис и прочие болезни способны снизить урожайность от 20 до 80%. Кроме этого, снижение урожайности на 5-40% может быть в зависимости от различной численности вредителей в посевах. Именно поэтому наша основная задача в фазу ботанизации сохранить листовой аппарат для продления периода образования и поступления пластических веществ, а в фазу цветения сохранить заложенное количество семянок и обеспечить их выполненность. Но, к сожалению, на погодные условия мы повлиять никак не можем. Все, что нам остается, это с помощью своевременного внесения листового питания, фунгицидной и инсектицидной защиты создать растениям оптимальные условия для хорошего роста. Узнать об эффективной фунгицидной и инсектицидной защите вашего подсолнечника вы можете, перейдя по ссылке в описании. В следующем видеоролике мы рассмотрим межфазный период от налива до созревания. Желаю вам, чтобы погодные условия были оптимальными для роста и развития ваших посевов, и чтобы ваш подсолнечник смог сформировать хороший урожай. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!